Я делал и буду делать все для того, чтобы Беларусь была свободной, независимой и мирной. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко во время празднования дожинок в Полоцке. Витебскую область принято называть зоной рискованного земледелия. Этот климатический фактор, с одной стороны, учитывают при работе аграрии, с другой, понимает президент. Но даже в сложных условиях можно трудиться. И каждый белорус это должен не просто понимать, а взять в работе за железное правило. Ведь сегодня как никогда важен результат. И, конечно, качественный. Накал страстей вокруг Беларуси все еще не спадает, и наш суверенитет не дает покоя многим. Это еще раз сегодня подчеркнул президент. Для северного региона со стороны государства делается многое, и отдача должна быть соответствующей. В этом году Витебская область намолотила почти 900 тысяч тонн с учетом кукурузы и рапса, не дотянув до своей базовой задачи минимум миллион тонн. Отдельно президент остановился на урожайности кукурузы в регионе. Она составляет 90 центнеров с гектара. Что выше в среднем по республике, это значит, что работать в регионе могут, отметил президент. Мы с губернатором на подъезде обсуждали вопросы. Я ему прямо сказал, в Витебчане могут все. Даже если вы плохо строите комплексы, там не можете на простой стройке развернуться, это не потому, что вы не умеете делать. Это потому, что кто-то не хочет. Или наплевательски относится к решению тех вопросов, которые сегодня надо решать. А делать в Витебске, Полоцке, в других городах и селах Витебщины умеют абсолютно все. По кукурузе я предупреждал ваших специалистов. Если вы высыпаете кукурузы 120, к примеру, тысяч гектар, а хотите 150, потому что 90 центнеров урожайность, нельзя так шагать. Добавляйте понемножку. Витебщина не та территория, где можно в два раза бабахнуть посевы, а потом все не убрать. Погода не позволит или еще что-то. Поэтому имеете 9 тонн с гектара кукурузы, хорошо. Добавляйте понемногу. И там, где вы сможете обработать. У нас на Витебщине есть куда двигаться. И думаю, что это будет все-таки травяной севооборот и молоко. Получать зерно на севере, севернее, Полоцка, Витебска, наверное, это авантюра. У нас не получается. Поэтому мы должны исходить из реальной ситуации и делать то, что нужно. Мы сходимся с руководством области на том, что нам надо определить места, где мы построим молочно-товарные комплексы. Ну, если есть корова, значит, есть и говядина. И под это должна быть кормовая база. Комплекс и энное количество гектар, исходя из вашего плодородия, вокруг комплекса. Поймите, дело не в комплексах, не в молоке, не в уровне мясного производства. В стране этого хватает. Дело в вас, в людях. Я не могу представить, что на Витебшино у нас будет каким-то голым, унылым краем, где не будет людей, где будет пустота. Этого не будет никогда. Половину хозяйства – это нормальное хозяйство в Витебской области. Они работают, могут работать, а половина, может, чуть меньше, нуждаются в поддержке и в соответствующей организации. Помогать будем тем, кто даст отдачу. Понятно, что проблем хватает в каждой из областей. Речь не только о Витебской. Президент всех ориентирует работать честно и на результат. От чиновников до трудовых коллективов. Ведь кадры, конечно, решают все. К счастью, в стране хороших специалистов хватает. Сегодня лучшие из лучших получили награды из рук главы государства. Среди них руководители, механизаторы, операторы машинного доения, зоотехники, агрономы, люди земли, которые упорно трудятся на благо своей страны. Знаете, я вот вручал в тысячу первый раз эти государственные награды и подумал о том, и Верхнедвинск, и Орша, там и прочее. Со всех районов люди. Даже самого северного района. И это же люди с лучших хозяйств. Значит, в каждом районе, в самом северном, южном и так далее, у меня там на родине, где я родился, есть образцы хороших хозяйств, маяки, на которые надо равняться. Значит, можно работать. Нужно просто повторить их опыт. Я очень хочу, чтобы наша Витебщина, ну, я не буду громких фраз говорить, процветала. Я очень хочу, чтобы здесь жили люди улыбающиеся. Чтобы, встречаясь с ними, у них на лице была улыбка и в душе была радость. Счастья, успехов, здоровья вам. Равняйтесь на этих людей. Будете работать, будем помогать. С подарками сегодня и президент. Хлеборубы Витебщины передали Александру Лукашенко румяный каравай. Еще один памятный сувенир, как символ защиты нашей страны, который был вручен главе государства, меч. Он напрямую связан с местом проведения сегодняшних дожинок историческим городом Полоцком, северной сокровищницей земли белорусской. На месте жилых построек пепелище пожар, бушующий в Калифорнии, окончательно вышел из-под контроля. Пламя уничтожило свыше 120 домов и на его пути еще 3,5 тысячи строений пылают почти 6 тысяч гектаров. По прогнозам синоптиков, сегодня спасатели должны были получить некую фору из-за ослабления ветра, но чуда не произошло. Судя по свежим кадрам с дронов до победы над стихией, еще далеко. По меньшей мере, 10 человек отравились дымом, власти объявили эвакуацию. 10 тысяч жителей, находящихся в зоне бедствия, покинули свои дома. Бригады пожарных сосредоточились на защите города Сан-Паулу. Там проживает более 30 тысяч американцев. Пламя уже вплотную подошло к домам. Главная задача специалистов не дать огню захватить новой территории и уничтожить инфраструктуру. На это оброшенные все силы, как минимум 800 специалистов, работают и на земле, и в воздухе. А вот на жителей Индонезии пламя обрушилось буквально с небес. Здесь проснулся вулкан Левотоби. С начала недели его активность многократно увеличилась. Всего за несколько часов зафиксировано не менее 8 извержений. Жертвами стихии уже стали по меньшей мере 9 местных жителей. Около 6 тысяч человек эвакуированы. Ущерб посчитывать рано, но уже ясно, что восстановление разрушенных дорог и мостов потребует не только больших финансовых затрат, но и немало времени. Нарушенные планы туристов рейсы в местных аэропортах отменены. Очередной удар по экономике Германии. Еще один автогигант заявил о планах сократить штат сотрудников. Как минимум 4,5 тысячи человек лишатся работы. На такие меры производители толкают необходимость экономить. Это единственный способ хоть как-то удержаться на плаву. В такой ситуации оказался весь немецкий автопром, но каждая компания пытается решить проблему по-своему. Один концерн намерен снизить заработную плату на 10%. Другой заявил о закрытии заводов. Сотрудники на такие решения руководства реагируют недвусмысленно. Протесты на территории предприятий уже обычное дело. Специалисты боятся остаться невостребованными на фоне изменений, которые переживает рынок. Уникальные выставки, встречи со знаменитостями, экскурсии и палитра ярких эмоций с полезским колоритом. Пинск принимает республиканскую общественно-культурную акцию «Марафон единства». Лидеров мнения и участников марафона пригласили заглянуть в цеха предприятия «Полесье». Ежемесячно здесь выпускают порядка 300 тонн пряжи и около 60 тысяч трикотажных изделий. Поражают не только масштабы производства, но и новое инновационное оборудование, аналогов которому до этого в стране не было. Блогеры не упускают возможности сделать необычные кадры в фабричном интерьере. Давно хотел попасть. Очень много слышал о предприятиях, которые здесь. И вот в частности «Полесье» не раз видел. И попасть на производство такого масштаба всегда очень приятно, почетно и интересно. Предприятие достаточно большое. Это всегда радует, что у нас в стране есть, помимо того, что большие предприятия, они еще востребованы. Мы побывали в нескольких цехах, показали нам как старые установки, так и новые. То есть мы видим градацию, вот этот путь от старого, скажем так, поколения к новому, к модернизации. Очень классно, что работает это предприятие. Некоторые цеха 24 на 7, значит наш трикотаж, он нужен. Он и нужен не только для нашей страны, но и куда-то за границу отправлять. Также гостям показали, как создается один из мебельных брендов страны. В одном из цехов холдинга «Пинскдрев» настоящих профессионалов объединил проект «Одно дело делаем». Здесь, на одном из крупнейших предприятий города, прошла встреча руководства с сотрудниками и партнерами по производству. Обсудили не только достижения и наработки, но и дальнейшие планы. Несмотря на санкции, работа в цехах не останавливалась. Деревообрабатывающий флагман не просто выстоял, но и открыл новые рынки сбыта, атмосферу единения и праздника. В цехах создавали представители творческих коллективов, которые порадовали яркими номерами. С 4 октября вступили санкции. У нас рынок только России, СНГ. И не только мебель, но и остальную продукцию, пиломатериалы, фанеру экспортируем на восток. Мы постоянно ищем новые пути. Мы открыли Иран, Ирак, Египет, Китай. Мы работаем во всем на восточном направлении. Мы, конечно, рады, что марафон «Единство» приехал именно к нам на фабрику. Я работаю здесь уже давно, более 20 лет. Продукция наша, конечно, достойная. Ну и рады, что появились в нашем городе. В нынешнее время народ должен быть единым, поддерживать друг друга. Не только в работе, но и в обществе. В расписании учащихся Пинского колледжа Брестского университета сегодня необычная замена в статусе лекторов. Без галстуков депутат и руководитель Национальной школы красоты Бажена Еремич, политолог и директор Национальной библиотеки Вадим Гигин, а также заместитель министра образования Екатерина Петруцкая. С будущими учителями и экскурсоводами обсуждают тему выбора неформально и эмоционально. Форум, объединяющий народы. Зрителями 30-го международного кинофестиваля «Листопад» стали свыше 30 тысяч человек. Лучшими образцами мирового кино наслаждались не только столичные жители. Форум заглянул во все регионы нашей страны. Свои ленты представили более 120 стран-участниц, включая Китай, Бразилию, Индию и даже Иран. За эти 8 дней фестиваль охватил десятки белорусских городов. Прошло свыше 650 кинопоказов. На суд зрителей представили более 140 фильмов самых разнообразных жанров в семи конкурсных программах. Белорусская публика получила уникальную возможность познакомиться с современными тенденциями зарубежного кинематографа и расширить культурные горизонты. Особенно большой интерес вызвали китайские ленты. К слову, сейчас «Беларусьфильм» работает с китайскими партнерами над созданием первого совместного игрового фильма «Рабочее название на веки вечные». Премьеру планируется приурочить к 80-летию победы Великой Отечественной войне. Название не случайно, это «Память». Фильм состоит из двух частей. Первая – историческая. Она показывает события Второй мировой войны в Китае. Участие и помощь советских летчиков-добровольцев. Вторая же – о современности. Фильм будет сниматься как в Китае, так и в Беларуси. Я очень надеюсь, что белорусы после просмотра фильма приедут в Китай наоборот. Ведь в киноленте показываются красивые пейзажи и жизненные уклады людей двух стран. Хочется отметить также, что фестиваль «Лестопад» – это уникальная возможность познакомиться с другой кинокультурой и обменяться опытом. Уже этим вечером во Дворце Республики прозвучат финальные аккорды Минского международного кинофестиваля. Церемония закрытия обещает быть яркой и масштабной, пока организаторы держат в секрете. Последний показ форума по традиции – это будет фильм, удостойный приза президента за гуманизм и духовность в кино.